Стреляют. 24 февраля российские войска начинают вторжение на север Киевской области. Заходят из Беларуси. За считанные дни жаркие бои начинаются уже в пригородах Киева. Бородянка тоже тогда оказалась в центре боевых действий. Он один из тех, кто не растерялся перед захватчиками и отправился туда помогать людям, которые хотели выбраться из оккупированного города. Отсюда начался эвакуационный коридор. Чтобы вспомнить, как все было тогда, мы вместе с Александром едем по тому же маршруту на том же пассажирском спринтере. Там лежали сожженные расисты, обугленные конечности, и их никто не забирал. Тогда, 17 марта прошлого года, все выглядело так. Водители делятся с нами теми немногими кадрами, которые удалось сохранить. Окупанты согласились впустить их автобусы в город, но людей не предупредили об эвакуации. Люди были очень запуганы, ничего не знали, не могли говорить. Не было ни интернета, ни телевидения, ничего. Но ребята быстро сообразили, что делать. Пошел, позвал, там соседи крикнули «тем, тем, все, и мы идем». Там минут 5-10 было времени, бросили вещи в машину и уехали. Несмотря на то, что захватчики на все про все дали час, водителям удалось вывезти сотни людей. Грубо говоря, по 15 человек. Это 200 человек и примерно еще 47 гражданских автомобилей. Одновременно враг пытался продвинуться в сторону Киева через Черниговскую и Сумскую области. Окупанты обстреливали все на своем пути. Под ударом оказался и Чернигов. Жизнь города изменилась в один момент. Елена Яковчук, директор местной школы, была одной из тех, кто в то время пытался помочь людям. Еще накануне полномасштабного вторжения она переоборудовала бывший стрелковый тир в своей школе в огромное укрытие. Вот две парты рядом. На них кладется мат или одеяло, воздушная подушка. Это тепло и жестко. Когда война добралась до города, именно здесь люди смогли укрываться от обстрелов. Настойчивость и усердие директора школы спасли немало жизней. Вот здесь, на этом месте спала я с мужем. Тут возле кровати нашей рядышком стояла колясочка с малышом. А тут спали мои дети. И пока на улице творился ад, здесь в укрытии все работало, как часы. Я ведь не знаю, что было наиваще. Не знаю, что было труднее всего. Пожалуй, справиться со своими эмоциями. Ты никому не мог показать, что тебе тоже тяжело. Для людей это была опора надежда. В начале апреля все закончилось. Захватчиков отогнали и от Чернигова, и из Киевской области. Но наши герои в своей помощи другим не остановились. Елена одной из первых возобновила обучение в школе. Перестали стрелять, и у нас все учителя собрались. Проводили занятия здесь или на крыльце. А Александр продолжил работу на междугородних перевозках в Киевской области. И ни на минуту не задумался, что тогда мог поступить иначе. Через год после тех жутких событий в городах наши герои все еще остаются открытые раны. Руины, которые оставили после себя оккупанты. Но именно то время показало, благодаря стараниям простых и искренних украинцев, наша нация способна побеждать в любых ситуациях. Сергей Костиш, специально для телемарафона, на канале Фридом. До оккупации Киевщины 28 марта был освобожден от российской оккупации город Ирпеня уже 31 марта и Буча. По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, во время обороны погибло 39 бойцов терробороны, 58 солдат вооруженных сил Украины и 300 жителей города. Более 70% Ирпеня было повреждено. Сегодня, спустя год полномасштабного вторжения, после освобождения Ирпеня, Буча и Гастомель возвращаются к жизни, отстраивают дома, дороги, мосты, инфраструктуру. Ирпень был в оккупации почти месяц. Всю Киевскую область украинские силы обороны освободили 2 апреля. Какую роль сыграла битва за Ирпень в освобождении Киевщины? Как удалось остановить многочисленную армию Российской Федерации? И как это стало первым крупным поражением Кремля? Говорим далее. Владимир Коротя, позывной повстанец, командир роты в 243 батальоне 241 бригады сил территориальной обороны вооруженных сил Украины. Наш следующий гость. Владимир, здравствуйте. Да, доброе утро. Ваше подразделение 24 дня удерживало позицию в районе ТРЦ «Жираф». Это условная граница между двух городков Киевской области, Буча и Ирпеня. Сколько людей было в вашем подразделении и кто они? Значит, приблизительно было где-то 120 человек. Из них 44 ветерана косяк составляли, участники оттуда, так называемой первой фазы Российско-Украинской войны. И остальная часть гражданская, это порядка 80 человек, которые люди в основном просто вышли из дома и попали на войну. Увидели у нас организованное сопротивление и решили принимать в нем участие непосредственно с нами. Владимир, когда россияне впервые двинули, что называется, из Бучи уже на Ирпень, вот тот как раз блокпост возле «Жирафа», когда это произошло и каким был этот первый бой, когда вы встретились первый раз лицом к лицу с неприятелем? Значит, первая колонна вышла 27 февраля в 7.40 утра, ну это по «Жирафу» так назовем, да, я глял на часы, было 7.40. Значит, в первой колонне удалось захватить нам командно-штабную машину, и по документам, которые у них были, 101 единица бронетехники, это в основном автомобили типа БМД-2, десантные автомобили. Ну, как бы заблокировали мы колонну, начала работать украинская артиллерия, бароктары начали работать. Ну, и приблизительно 11 машин нами было уничтожено в прямом столкновении, на котором на нас выехали. Через, в 10.40, это через пару часов мы двинулись в Бучу для того, чтобы добивать эту колонну. Там было спалено еще где-то 4 машины, это МТЛБ, БМД-1, БМД-2, и десантники Псковской 76 дивизии, где-то 30 человек было еще уничтожено в Буче, как-то так. А вот это вот видео, кадры которого облетели весь мир, вот эта разбитая сожженная колонна российской бронетехники на улице Вокзальная в Буче, это вот когда произошло? И сколько там было сожжено этой техники? Было это за раз или это было несколько таких этапов? Основная колонна, которая была сожжена на Яблонске, да, действительно, это первая, в которой была 101 единица. Но уничтожены не все были. Часть из них осталась целыми, которые были нами захвачены как перфей. И часть из них удалось там уехать как-то там назад для перегруппировки. Всего как бы было 4 атаки этих колонн. Значит, это первая была 101 единица, вторая 164, третья, еще раз 101. Четвертая, уже не знаю, потому что они сами ночью все растягивали, не знаю, там танками какими-то своими, МТЛБ растягивали, готовились к нам штурмам. То есть четвертому штурму они тоже готовились как-то так. Возвращаясь к этому блокпосту возле «Жирафа», сколько вообще было попыток у российских захватчиков прорваться через этот блокпост? Сколько вам удалось действительно отбить таких атак? Ну, я же говорю, три, которые мы отбили, четвертая, они готовились. А вот за счет чего? Ведь армия Российской Федерации, во-первых, была, наверное, более готова, шли элитные подразделения, они готовились к этой войне. Вы говорите, что было много добровольцев, конкретно в вашем подразделении, которые стали на этом блокпосте и фактически отбивали эти штурмы. Как удалось противостоять, как они говорили, второй армии мира? Ну, как я уже говорил, косяк нашей роты, нашей организации. Это были ветераны, участники АТО, у которых был опыт, скажем так, засадных действий, уничтожения колонн противника. Мы видели противника в лицо, знали его, знали, что он подлый, коварный. Поэтому методы, скажем так, ведения ими войны мы понимали. И вот плюс потом подключается уже Главное управление разведки для координации нашей действий, нашей страны, Украины. И, ну, то есть в основном, как бы это больше продумалось, анализ, мотивация в первую очередь наша, как-то так. Многие говорили, я не знаю, правда ли это, что россияне плохо ориентировались на местности. У них были какие-то старые карты, по которым они путались, не понимали, откуда выйти из Бучи, как пройти через Рпень, как вообще попасть в Киев. Вы можете это подтвердить, что они были как бы дезориентированы, плюс слишком уверены в себе, пытаясь захватить Киев за три дня. У них какие-то были невероятные планы, как пройти от Киевской области, от этих городков и попасть в столицу, которые, ну, в реальности они не смогли бы осуществить ни при каких условиях. Смотрите, в любом случае никогда нельзя недооценивать врага, говорить, что он там глупый, что-то делает неправильно, делает как-то некачественно. Потому что враг, он же тоже чувствует, щупает, смотрит, изучает и анализирует. Да, действительно, были у них старые карты, там этого не отнять, но помимо этого у них и были GPS-трекеры, спутниковые навігаторы, на которых были проложены маршруты. Маршрут у них, первой колонны, которую мы остановили, это был Феневичи, это в Бородянском районе, село Феневичи, с выходом на Вишневое, Вишневое. Это окружная трасса в Киеве. Маршрут у них этот составлял время на маршрут 3 часа 40 минут, при том, что верпение не должны были выйти в 8.20, а пришли в 7.40. То есть, на 40 минут опережения маршрута. Да, у них была самоуверенность, не зная, чем это было вызвано, потому что они действительно были профессионалы. В боевых действиях с ними, когда ввязываться в открытый дневой контакт, было видно, что они были научены. Из документов, которые мы забирали у погибших, было видно, что у них там по 2 года полигона было, пока они к нам сюда приехали. Ну, мы все-таки как-то действовали выше их, как-то умнее, я не знаю, как сказать. Как вы считаете, вы защищает тот блокпост возле «Жирафа», вы ощущали, что действительно сейчас от каждого такого подразделения украинского, которое находится на вот таких блокпостах вместе с гражданскими, которые к вам присоединились, реально сейчас зависит то, по сути, как враг быстро зайдет в столицу. Было ли понимание того, что вот если, например, там ваш блокпост не выстоит, да, то враг фактически там уже сможет, ну, фактически зайти уже на подступы к Киеву? Ну, конечно, конечно. Вы говорите, все правильно ощущалось. Каждое мгновение, каждую минуту это все ощущалось, и мы понимали ответственность, которая лежит на нас. Ответственность была очень высока, и цена поражения нашего или отступления была действительно очень высока. А как, по-вашему, какую роль, в принципе, в войне, которая только начиналась, сыграла эта успешная оборона Киевщины, то, что украинские силы обороны смогли вытеснить, ну, я не знаю, можно ли называть месяц краткими сроками в условиях войны, но, как бы, обывателю кажется, что это произошло довольно-таки быстро, как была освобождена Киевская область. Какая роль была в этом, в полномасштабном, дальше, в военных действиях Российской Федерации против Украины? Смотрите, правильно вы сказали, там, что было его обывательно, что эта работа была легкая, эта работа была быстрой. Я просто объясню, что вначале весь ресурс, который у них был, это и человеческий, и эти все жестянки, железянки, которые едут и стреляют, это был, как бы, скажем, самый лучший у них ресурс на тот момент. И каждые пять минут жизни на блокпосту или даже возьмем в Ерпине глобальный, это было чудо, потому что мы не могли планировать там на час вперед, на день вперед, мы планировали, я говорю, пять минут остался жив, пять минут тебя не завалило в каком-то завале, дом на тебя не обрушился, это уже было гигантское чудо. И сказать, какую глобально там отыгралование историю, как-то может быть, конечно, сложно, но стратегический аспект в этом, ну, я уверен, что есть в любом случае. Ну, просто что было бы, допустим, если бы российская армия смогла прорваться через Бучу, она смогла прорваться через Бучу, через Ерпень и дойти до Киева? Сложно себе представить, как могли бы дальше развиваться события, и страшно себе представить на самом деле? Ну, с большей вероятностью, если бы они прошли через Ерпень и там закрепились на Романовском мосту, то большей части Киева бы не существовало. Точно так же, как была уничтожена часть Бучи, большая часть Ерпеня, ну, такие массивы, как Академгородок, все то, что со стопроцентной вероятностью, я говорю, чтобы они не существовали, как-то так. А сейчас где вы продолжаете свою службу? 243-й батальон, 241-я бригада территориальных сил, обороны, вооруженных сил Украины. Вы в Киевской области находитесь, да? В Киркасской. Спасибо вам большое за вашу службу, за то, что оберегали, оборонили, удержали Киевскую область. И продолжаете охранять, оборонять. Спасибо вам огромное. Владимир Коротя, позывной повстанец, командир роты в 243-м батальоне, 241-й бригады сил территориальной обороны, вооруженных сил Украины. Говорили об освобождении Киевщины. Это годовщину сейчас отмечает вся Украина, как была освобождена Киевская область. Спасибо вам большое.